Ребята, всем привет! Мы с вами находимся на трассе М5 Урал и сейчас я предлагаю вам послушать, как разговаривают дальнобойщики на частоте 27-135 МГц. Субтитры делал DimaTorzok Мы должны принимать радиочастоты в непрерывном диапазоне от 10 кГц до 2 ГГц. В отличие от своего более дешевого собрата RTL SDR V3, наше устройство не нуждается в конвертере для КВ диапазона и более чувствительно на средних и длинных волнах. Кроме того, устройство имеет 12-битный АЦП и помещено в алюминиевый корпус. Построено устройство на базе чипсета MSI-2500 и полностью совместимо с британским SDR приемником SDR Play RSP1. На торце приемника расположено гнездо для антенны и порт microUSB, а также красный светодиодный индикатор включения. В комплект поставки входит сам приемник, шнур microUSB и штыревая антенна длиной 480 мм для приема станции в луковой диапазоне. Так на что же способен приемник MSI-SDR? А теперь мы с вами находимся в селе Молгачи в непосредственной близости от аэропорта Курумыч. И я предлагаю вам послушать работу самарской АТИС и, возможно, переговоры пилотов. Информация. Индия 0848. ИЛФ диспоуз. Рануэй 1.5. Трансисленный левел 6. 914. И по моим данным удаление 4 глянета. Где их сообщение? Сашим данным настройство 1.914. 914. 914. Послушаем немного, как работает коротковолновая радиостанция. На частоте 133 МГц ведут переговоры самарские таксисты и владельцы бытовых раций. А вот в КВ-диапазоне 40 метров можно послушать разговоры российских радиолюбителей. Продолжение следует... Спасибо большое за то, что это вызвали. У вас хорошо и громко слышу. Прекрасно встретить вас тут. Просто так. Здесь Сан-Ар-ДР-2, Трансис, Сан-Ар-ДР-2ДХ. Усилитель 1.5 кВт. Мощность перевета на ОМ-2, на ОМ-2. И антенна сейчас распустит на 41 мм на диапазонной антенне, на высоте 20 метров. Один элемент ставлен на 40, там, например. Огромным плюсом приемника является то, что на обычный кусок провода он способен принимать радиостанции в средневолновом и длинноволновом диапазонах. Прием радиостанции в FM диапазоне происходит в режиме стерео. Для работы MSI и SDR требуется либо компьютер с установленными программами SDR-UNO, SDR-Sharp или HD-SDR, либо смартфон с поддержкой технологии OTG и установленными программами SDR-Touch и SDR-Play Driver. Устройство при работе практически не нагревается. Цена на MSI SDR-PAN-адаптер на Алиэкспресс составляет около 3000 рублей. Надеюсь, данный ролик был полезен и интересен. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока!